Да, о приговоре Надежде Савченко. Ну, понятно, что, ну, во всяком случае, большинство экспертов. Да никто, пожалуй, не сомневается, что будет обмен. Как вы считаете, ну, два вопроса остаются. Когда и на кого? Ну, вы знаете, я тоже считаю, что обмен будет. По всем признакам, которые можно наблюдать, кажется, что так. А при этом нельзя исключать такой возможности, что переговоры зайдут не туда, стороны не сторгуются. Наши попросят слишком много или попросят не то. Давайте сначала определимся, кто с кем будет торговаться. Вот. Совершенно верно. Неправильный объект для переговоров – это тоже путь в никуда. Значит, если по ряду этих причин неадекватные запросы, неадекватные партнеры переговоры не удадутся, то никакого обмена не будет. Исключать этого варианта нельзя. А сейчас какая-то острая фаза всех этих переговоров. Это связано с тем, что вот только что случилось, собственно говоря, решение суда случилось, и приехал Кэрри. Поэтому об этом много говорят. Мне кажется, это даже не сильно хорошо для успеха самой этой транзакции, потому что я бы ожидала сейчас некоторого затишья на несколько недель и месяцев, в течение которых вот эта самая торговля должна бы происходить. Слишком очно это все, слишком публично. Это не совсем здорово для, опять же, если мы желаем успеха этим переговорам. Я думаю, что мы все должны этого желать. Те, кто сочувствуют надежде со своей стороны, те, кто сочувствуют тем людям, которых можно было бы обменять на нее, со своей стороны. Поэтому хорошо бы, чтобы сторговались. Насколько можно понять из вот этого контекста, который возник вокруг визита Кэрри, из его собственных реплик, из того, что New York Times писала по этому поводу, там поднят вопрос о российских гражданах, которые сидят в США. Это довольно странный, вообще говоря, ход мысли, потому что предполагается, что если в России посадили украинскую гражданку, то должна торговаться Украина с Россией. Но у нас есть идея, что Украины-то никакой не бывает, что это все марионетки, понимаете, вашингтонских кукловодов. Поэтому мы должны говорить напрямую с кукловодами, а не вот с их, так сказать, подставными лицами. Насколько эта идея соответствует действительности, каждый может догадаться, в мир собственной испорченности. А тем не менее, идея такая и есть. То есть если мы будем пытаться обменивать ее, Савченко, на Бута и Ярошенко, я думаю, радиослушатели помнят, кто эти люди. Значит, Ярошенко — это наш летчик, которого обвиняют в том, что он перевозил наркотики. Бут — это торговец оружием Виктор Бут, которого обвиняют в том, что он торговец оружием. А Виктор Бут, как считается, старый знакомый и сослуживец Игоря Сеченов. В Анголе они там где-то совместно трудились. То есть вот предполагается, что это ценные такие кадры для обмена. Как это вообще возможно? Как могут Соединенные Штаты нам вернуть людей в обмен на кого? На Савченко, который не является их гражданкой, и который вообще не имеет к ним никакого отношения? У нас был опыт обмена Игоря Сутягина, ученого, обвиненного в шпионаже. Если мы помним, его обменяли на каких-то наших резидентов. Более-менее понятно, что он не был американским резидентом, но Соединенные Штаты из гуманитарных соображений были вынуждены пойти на эту сделку, как бы они не могли отказать, если им предлагают освободить человека, то они на это согласились. Может быть, так же будет и с Савченко. Вообще в этом сумеречном мире всяких шпионских договоров и обменов много чего возможно. Опять же, дай бог им торговаться. Тут уже не до соблюдения каких-то форм. Тут уже просто вопрос в том, чтобы избежать какого-то очевидного людоедства. И если Савченко вернется на Украину, если она, скажем так, не сгинет здесь в России, не дай бог, чтобы с ней что-то тут случилось, это не то, чтобы, конечно, улучшить наши отношения с Украиной, они долго еще не улучшатся, к сожалению, хотя потом придется их улучшать. Но с каждым нашим замечательным шагом и их другим замечательным шагом это задача, которую мы откладываем на будущее, которую мы передаем грядущим поколениям, становится все тяжелее и дороже. Но вот тут такой вопрос возникает. А вообще на Украине хотят, чтобы к ним возвращалась Савченко? Я не имею в виду украинских граждан, я имею в виду украинские политические элиты. Потому что когда смотришь, что делает президент Порошенко, создается впечатление, что он делает то, чего он делать просто не может. Ну, потому что по-другому просто нельзя, ну, надо как-то реагировать. Но он не жаждет его возвращения. Или это просто создается такое... Я не очень разбираюсь в украинских политических раскладах, честно говоря, не сильно интересуюсь ими. Пусть украинцы об этом беспокоятся. Нам надо беспокоиться о себе. Что они там хотят, там хочет Тимошенко, или она не хочет... По этому поводу тоже возникают вопросы. Да, понимаете, давайте мы за себя будем лучше волноваться. В наших интересах что? В наших интересах Российской Федерации. Значит, в наших интересах, во-первых, получить своих людей назад. Я не знаю насчет Буты Ярошенко, мне по, так сказать, моральному чувству было бы, казалось бы, более адекватным, чтобы мы вернули бы Александрову... Александрову и Ерофейну. Да, совершенно верно. Это двое явно наших граждан. Сами они туда пошли в отпуск, или их туда послали приказом. На самом деле не имеет большого значения. Это наши люди, которые там сидят и могут остаться там надолго. Ранены они были, насколько я понимаю. В общем, очень было бы хорошо вернуть их домой к родителям и к их семьям. Это, во-первых. Во-вторых, возвращение Савченко живой на родину. Опять же, повторюсь, не то, чтобы улучшить наши отношения с Украиной сейчас, но это хотя бы избавит нас от еще одного тяжелого эпизода, которых между нами и так уже слишком много. А учитывая, что отношения восстанавливать нам придется, то отсутствие вот этих вот еще дополнительных минусов, это все несколько облегчит эту будущую задачу тем, кто неизбежно будет этим потом заниматься. Если Савченко пойдет в политику, как об этом говорят многие, что же хорошего России-то от этого ожидать? Слушайте, пусть, опять же, на Украине разбираются с этими вещами. А чем нам это плохо? А остальные люди, которые сейчас находятся в политике на Украине, они какие-то сильно пророссийские, что ли? Они более пророссийскую риторику публично употребляют. К нам убыток будет от того, что еще один появится там. Мне кажется, что Роженко умеренный деятель, а Савченко весьма бескомпромиссно. Он и президент, а она вряд ли станет президентом. Потом, слушайте, ну, насчет политических перспектив народных героев, это не такая прямая линия, как обычно кажется. И как хочется. Популярность — это хорошо, это все здорово, но когда человек начинает вступать в реальную политическую борьбу, то тут уже нужны несколько другие таланты и способности. Мы помним очень многих людей, которые ярко и красиво смотрелись там на телеэкране, а вот в партийной борьбе, в выборной борьбе проявили себя совсем не так здорово. Опять же, пусть ее вернут домой, и дальше пусть она занимается чем хочет. Это уже будет не наша с вами проблема. Сейчас это наша проблема, это наше некое позорище, весь этот суд, который там был устроен. А я еще раз хочу повторить тот момент, который, мне кажется, должен беспокоить очень сильно всех нас, граждан Российской Федерации. Опять же, не потому что мы сочувствуем кому-то, не потому что мы там за Украину или что-то еще в этом роде, не потому что мы считаем, что вот хорошо убивать наших журналистов. По другой причине мы должны выступать против судов, подобных судов на Савченко. Они легализуют неправовые судебные практики, которые потом распространяются на все остальные суды Российской Федерации. Значит, в процессе Савченко суд отказался принимать биллинги распечатки телефонных разговоров в качестве доказательств. Мы продолжим через... Мы решили закончить по поводу дела Надежды Савченко опасного прецедента. Да. Вот на той зловещей ноте, на которой я завершила перед уходом на рекламу, я хочу с этого начать. Значит, почему, чем плохи такого рода процессы? Мы легко говорим, что это процесс политический, заказной, с предсказуемым результатом и так далее. Но что это значит на практике? Процесс-то судья надо провести, обвинению нужно, да, предоставить какие-то доказательства, какие-то материалы. Судья этот материал рассматривает, защиту подает ходатайство, судья их отклоняет и так далее. А вот в процессе Савченко биллинги, распечатки телефонных разговоров, которые доказывали ее там нахождение не в том месте, в каком произошло убийство наших журналистов, не были приняты к рассмотрению судом, поскольку из материалов обвинения и так все ясно. Значит, у нас с вами нет прецедентного права. То есть суд в своем решении не может ссылаться на решение другого суда в качестве основания. Тем не менее, у нас существует такая штука, как судебная практика. Судьи очень внимательно смотрят друг на друга, на решение друг друга, и то, что в одном месте проканало, грубо говоря, в другом месте обязательно будет применено. Биллинги — это такое, ну, в общем-то, неопровержимое довольно доказательство, да, которое материальное, которое подтверждает ваше нахождение в определенном месте. До этой поры защита могла применять этот прием для того, чтобы отмести обвинение вот таким вот, ну, в общем, довольно неопровержимым, да, образом. Если сейчас можно будет сказать, что нет, мы это не принимаем, вообще не рассматриваем, нам не надо, то это выбьет очень сильно почву из-под ног у защиты. То есть, дорогие товарищи радиослушатели, это не имеет отношения к тому, как вы относитесь к Украине. Крым считаете вы наш или не наш, любите ли вы Надежда Савченко или вы любите Министерство обороны Российской Федерации. Значит, завтра вас обвинят в квартирной краже, в убийстве, в участии в экстремистском мероприятии. Ваш адвокат принесет распечатки, которые доказывают, что вы в это время были дома на работе, в магазине. Судья скажет, не, знаете что, мы не принимаем ваши распечатки, вот у нас есть показания свидетелей, значит, один из них сидит в тюрьме, другой из них сотрудник правоохранительных органов, да. Вы уже знаете, что показания сотрудника правоохранительных органов перевешивают любые другие свидетельства, ваши слова и слова кого угодно, кого вы приведете. Но, по крайней мере, до сих пор вы могли хотя бы вот такими вот техническими средствами подтвердить свое пребывание там, где вы на самом деле пребывали. А сейчас очень может быть, что у вас не будет такой возможности. И еще раз повторю, это не имеет отношения к вашей политической позиции, к вашей лояльности, к вашему патриотизму. Это вам не поможет. Вот почему те люди, которые выступают против процесса на Цавченко, выступают против него. Опять же, не потому, что у них есть там какие-то симпатии, антипатии, как-то сердце у них там бьется в одну или в другую сторону. Это все не важно. Важно, что эти вещи размывают наше с вами правовое поле. Это очень опасно. Это страшная история, на самом деле. Если бы вы не объяснили, никто бы и не понял. Ну, это надо объяснять, потому что это-то и есть то, что важно. А не говорить, а что же вы считаете, а вот почему вы этих жалеете, а этих не жалеете. Здесь куча каких-то идиотских разговоров. Опять же, которые все время сползают на обсуждение того, что происходит в Украине. Да бог бы с ней. Давайте думать о себе. Я все время вот как-то повторяю этот тезис. Беспокоиться надо о себе. Думать надо о своих интересах. А не о том, что происходит где-то там, неизвестно где. Возвращаясь к вопросу о себе и к судебному процессу, еще одному наши слушатели интересуются, как вы относитесь к приговору Караджичу. Как-то вообще все подзабыли уже об этом и начали его жалеть. Вот еще, еще одни люди большого сердца. А теперь я тебя Караджича буду выбраться. Нашим властьимущим это может послужить каким-то сигналом? Или это вообще не к нам сигналы? Ну, ну, осудили, осудили. Ну, это не сигнал. Понимаете, в чем дело? Вселенная не есть совокупность сигналов, обращенных лично к вам. Если вы так воспринимаете информационное пространство, у вас паранойя. Значит, это завершение, ну, может даже не завершение, процесса, который идет уже несколько десятков лет. Международное правосудие – медленная штука. События, о которых идешь и речь, происходили в первой половине 90-х годов. Значит, Милошевича уже нет в живых. Да, вот Караджича поймали в 2008-м, если я не ошибаюсь, году. Он там жил в Белграде, изменив свою наружность, скрывался. Ну, вот как-то его выискали. Вот сейчас, с 2008 года, сколько прошло уже, соответственно, некоторое количество лет, вот вынесен ему приговор. Речь там идет о геноциде, о массовых этнических убийствах. Если вы хотите извлекать какую-то из этого мораль, но извлечить эту мораль, извлеките, что заниматься массовыми убийствами нехорошо. Это не принесет вам той политической пользы, на которую вы можете рассчитывать. Раньше в счастливом 20-м веке еще было можно, сейчас как-то уже не до такой степени можно. Многие обвиняют в этой невозможности, в этом досадном, так сказать, ограничении своей свободы, упадок национальных суверенитетов. То есть появились международные институции, международные суды, которые вот ловят такого рода людей, которые занимаются, чем не надо заниматься, и судят их пусть даже через 20 лет, после того, как все это происходило. Значит, имейте это в виду и избегайте. Опять же, массовой резни. По возможности, да. Это не в ваших же интересах. Вот тот единственный вывод, который можно извлечь из этого события. А кто там кого собирается жалеть, это, прошу прощения, это вообще уже за пределами моего понимания. По поводу Сирии много вопросов. Вас спрашивают, в чем вы видите логику, если вы видите выводы наших в КС из Сирии. Ну, тоже уже дело прошлое, но все-таки недавнее. Ну, вы знаете, я не эксперт по международным отношениям. Внешнюю политику я как-то особенно не комментирую. Я вижу резоны и причины, и, соответственно, последствия с точки зрения внутренней политики. Об этом я могу говорить. Вывод наших войск из Сирии, мне кажется, с точки зрения, опять же, той телевизионной картинки, которая является конечной целью любых наших внешнеполитических шагов, достаточно выгодным и эффектным шагом. Наше общественное мнение, которое существует, несмотря на то, что многие отрицают его наличие, наша вот эта вот зрительская масса, которую потребляет этот бесконечный сериал, который ей показывают в новостях, она предъявляет к тому, что она смотрит, два, в общем, самим исключающих требования. С одной стороны, очень популярна всякая демонстрация военной мощи. А очень популярны картинки, которые показывают, что мы участвуем в важных мировых процессах, что мы тут как-то заставляем с собой считаться, что у нас есть прекрасные ракеты и корабли, с которых эти ракеты там куда-то летят и попадают в цель. Вот мы такие вот сильные и могучие. Это очень здорово, это дает рейтинг. С другой стороны, существует страх, довольно глубоко сидящий перед человеческими потерями, перед жертвами, особенно жертвами наших людей где-то далеко за рубежом. Это можно назвать афганской травмой, можно назвать последствиями вообще Второй мировой войны. Тем не менее, это есть. То есть требования, опять же, этой самой зрительской массы довольно взаимоисключающие. С одной стороны, должна быть война, с другой стороны, не должно быть жертв. То есть мы хотим иметь вот эту вот милитаристскую всю красоту, но мы не хотим платить за это. Казалось бы, это условие неудовлетворимо. Но при наличии правильного телевизора в условиях вот этой вот имитационной во многом политики, это, в общем, все достижимо. Для этого нужно действительно иметь, устроить вот такую краткую, эффектную военную кампанию где-то далеко, вместе с красивыми экзотическими названиями, показать там всю нашу замечательную военную мощь. В общем, президент наш сказал, что это же прямо как учение, только лучше. Значит, все могли видеть, насколько мы эффективно выполняем боевые задачи, что у нас есть те подразделения, которые годятся на экспорт, которыми можно похвастаться. После этого быстро оттуда выходим. Жертвы небольшие, буквально, вот, значит, считанные, сколько там, пять сегодня, шестой у нас, к сожалению, погиб человек. Об этих людях говорится открыто. Я хочу обратить внимание, это важно. Их имена называются. Президент их называет там героями, настоящими мужчинами. Ну, так они официально там, а не упустят. Да, совершенно верно. Это все некий пластырь на ту рану, которая осталась у нас после Донбасса. Опять же, несмотря на то, что часто можно слышать, более-менее понятно, даже по тем соцопросам, которые мы имеем, что наше прямое военное участие на Восточной Украине не было популярно. Собственно говоря, вот эти неадекватные усилия по сокрытию наших жертв, все эти безымянные могилы, там, избиение Шлосберга и прочие псковские безобразия, они имеют целью именно вот эту вот закрыть эту информацию, потому что понятно, что это непопулярно. Люди боятся этого и не любят этого. Ну, так, собственно, вся Иссирия была придумана для того, чтобы отвлечь нас от Донбасса. И там как-то несимпатично не симпатично все происходило. Не то, чтобы отвлечь, но вот как бы накрыть эту, так сказать, грязную лужу каким-то другим красивым ковриком. Поэтому сирийская компания такой анти-Донбасс и одновременно анти-Афганистан. Надо сказать, что вот эта вот афганская травма, которая у людей существует в форме страха, что наши там вот солдаты где-то гибнут далеко неизвестно за что, она существует и в умах нашего политического руководства. Только там она имеет другой вид. Вид она имеет там следующий. Американцы заманили Советский Союз в Афганистан, чтобы он там вот сгинул. Сейчас они хотят с нами сделать то же самое, но мы стали умнее, поэтому мы не такие. Зная этот троп присутствующий в умах начальства, я приблизительно ожидала, что мы будем уходить из Сирии довольно быстро. Тем более в условиях войны по телевизору любую совершенно рандомную точку можно объявить победой. Ну, надо сказать, по справедливости это такая война с терроризмом, которая не есть фронтальная война двух государств друг с другом, она не имеет четко очерченных временных границ. Что там можно считать победой? Там же не будет официальной капитуляции, подписания договоров, каких-то съездов двух правительств, как это было в 20-м веке и до этого в 19-м, когда страны воевали. Достаточно просто вместо ремарки ИГИЛ запрещенной организации в России добавить ремарку ИГИЛ в России считающейся уничтоженной. Он теперь ДАИШ называется, если я не ошибаюсь. Но тоже запрещенной, не менее запрещенной в Российской Федерации. Так вот, любой момент, в принципе, можно объявить переломным и сказать, что вот мы, значит, тут изменили ход событий, нанесли ущерб, который никто никогда не наносил до нас, а мы вот, смотрите, как сумели, и после этого быстренько оттуда выметаться. Для нас с вами это, в общем, скорее хорошо. Короткая кампания лучше длинная кампания, отсутствие жертв лучше многочисленных жертв, кто бы спорил. То, что это именно получилось так хорошо и красиво, и то, что очевидно, вот по некоторым точкам, в том числе по публичному называнию вот этих вот погибших людей, очевидно, стремление действительно сделать все не так, как было на Восточной Украине, дает нам с вами некоторую надежду, что повторения сюжета Восточной Украины не будет. Туда сунулись, и стало понятно, что это долго, грязно, дорого, плохо продается, в том числе внутренней аудитории, не приносит никаких бонусов, приносит одни убытки, и вообще как-то стыдно и нехорошо. Поэтому, если нам с вами ожидать каких-то внешнеполитических, интересных сюжетов в дальнейшем, то они будут не такими, как украинские, а скорее такими, как сирийские, поскольку он, очевидно, продался гораздо лучше, выглядит гораздо лучше, и дал нам больше всяческих внешнеполитических, внутриполитических выгодов. У нас две минуты буквально остается, тогда, а что с Донвассом дальше будет? Что теперь там-то теперь? Как? Ну, все как-то делают вид, что там уже ничего не происходит. Да, это вот тоже пример проблемы, заметенные под ковер, это вот некий такой замороженный ад, в котором там живут люди. Мы легко произносим эти слова замороженный конфликт, а ведь там же действительно живые люди существуют в этих условиях, которых вообще хуже не придумаешь. Хуже этого может быть только открытая война, горячая фаза. То есть у них там ни мир, ни войны, ни нормальной власти. Россия, насколько я понимаю, содержит все эти территории, об этом есть, в общем, достаточно открытые данные. Мы там платим пенсии, соответственно, мы туда завозим просто наличные деньги. Насколько можно понять, кстати, тоже из открытых документов, финансирование туда идет через наши парламентские партии, что интересно, причем не единую Россию, а справедливую Россию ЛДПР, КПРФ. Да, да. Это из их же отчетов, между прочим, довольно-таки видно, это оформляется как гуманитарная помощь. И официальная гуманитарная помощь продолжает туда же ходить. Ну, вот сейчас Кэрри приехал, что-то даже сказал, что если соблюдать Минские соглашения, то санкции снимут. И одновременно обе стороны сказали, что так трудно соблюдать Минские соглашения, потому что вроде как не мы и стороны, не США и не Россия, а стороны как раз с одной стороны Украины, с другой стороны непризнанные республики, на которые почему-то никто не может иметь никакого воздействия. Все это довольно давние уже разговоры, но, опять же, ради тех людей, которые там живут, хочется надеяться, что какое-то решение вопроса ради нас с вами хочется надеяться, что эта бесконечная дыра в нашем с вами бюджете будет каким-то образом закрыта. Мы все меньше и меньше в состоянии, плюс к тому, что мы содержим у себя внутри страны, содержать еще вот эти вот все непризнанные территории. То, что было хорошо при 100 долларах за баррель, при нынешней цене, становится уже чрезвычайно излишней для нас роскошью. Ну, с этой надеждой мы и закончим нашу программу. И напомню, что в студии особого мнения была политолог Екатерина Швольман.